К фестивалю ГТО во всех образовательных учреждениях готовились основательно, бегали на короткие длинные дистанции, метали мячи, спортивные снаряды, отрабатывали упражнения на гибкость и в общем готовились, чтобы завоевать заветные золотые значки. Готова я не на 100%, но я думаю, большую часть я сдам. И это очень волнительно, и сердце стычит, но это придает больше сил. Мы, конечно, готовы, мы очень настроены, и мы надеемся, что мы заработаем все золотые значки. Все нормативы, которые ребята сдавали в этот день, для них не новые. Каждое упражнение входит в обязательную программу предмета «Физическая культура». Это минимальный набор того, что должны уметь выполнять школьники. Это у них шанс, чтобы себя проверить лишний раз, чтобы знать, на что они способны, к чему они готовы, и просто знать свои результаты. Спорт – это неотъемлемая часть жизни для многих участников фестиваля. Ребята не раз становились призерами различных соревнований. Победить в этом фестивале и завоевать золотой значок ГТО для них тоже важно. Спорт для меня есть жизнь, движение – это жизнь. У меня очень спортивная семья, одноклассники очень спортивные. У меня класс руководитель – Третьякова Галина Васильевна, учитель в физкультуре. Она у нас как мама и в спорте, и в школьной жизни. В общем, к спорту мы всегда относимся положительно. 243 участника прошли все задания и сдали нормативы. Первый этап осеннего фестиваля ГТО завершен. Второй стартует ровно через неделю. Проверить свою физическую подготовку можно 8 октября в волейбольном центре города. Начало мероприятия в 12 часов. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».